Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Ну, ребенок в засаде сидит, я не могу его вытащить. Если кто не в курсе, если кошка, кот, не важно кто, спрятался в домике, в пещерке, в коробке, не надо вытаскивать, потому что они автоматически это считают своим убежищем. Если вы туда полезете, то, во-первых, оскорбите животное, а во-вторых, ну, можете и по сусалам получить, начнет защищаться, когтями махать, то есть все, пятое-десятое. Ты все уже, не в домике? Смотри, как свалить. Ну все, пошли, пошли. Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритю, бритю, бритю. К сожалению, очень сильно зашиваюсь, на многое не хватает времени, потому что многое нужно сделать. У нас быстро в России, как правило, не всегда получается. Иногда простые вещи, казалось бы, ну что, вот так вот взять, просто посылку отправить. Эй, брат, нет, не все-то просто, потому что для того, чтобы отправить, как минимум, нужно прийти на почту и купить коробку, потому что свои коробки не станут отправлять, она должна быть чистая. Но это еще ни о чем не говорит, потому что ты можешь прийти на почту, а твоего размера может просто не оказаться. Так было и со мной. Я пришел на почту, рассчитывал на размер L, L-ок не было, я беру N-ку, думаю, ладно, пойду на соседнюю почту, это недалеко километр, может быть там будет. Прихожу, а там даже M-ок нет, там одни S-ки. Так что, побегать туда-сюда, да, без этого никак. Но, слава Богу, все это разрешилось, не суть. Сам себя начал уговаривать, Иванов, все мало времени, нафиг тебе это опаска, давай вот тышечкой там бжик-бжик и маханешь, и все нормально, и все хорошо. Но нет. Мужик сказал, мужик сделал. Слово не воробей, вылетело, хрен догонишь. Поэтому сегодня, ребята, будет опаска. Вы идите на крупный план, смотрите, что там да как, но я потихонечку начинаю готовиться. Вот такая красотулина в чехле от Вячеслава у нас сегодня будет на обзоре. Нам ее прислал Игорь, Екатеринбургская область. Американка, искусственный рок, не дермантин, а далматин, ну это уже что-то такое, наша пластмасса какая-то, потому что родная ручка утеряна. И неудивительно, потому что ручка, сама опаска, сам клинок, аж 1890 года по заверениям Игоря. И посмотрите, в каком он состоянии. Сейчас я вам покрупнее сделаю. Чтоб вы понимали, это не Игорь с ней такое сделал, это она к нему такая попалась, потому что Игорь бреется уже аж с прошлого века только опасками, и он с ними обращаться умеет. Видно, что точили ее нещадно. Обратите внимание, как вот уже спинка сама сточена. Плюс ко всему, ширину верка, посмотрите, она на полноценную уже пару миллиметров выходит. Так что бритовки, конечно же, досталось. Чем это грозит? На хорошо доведенном камне точить, залипать будет очень сильно, с этим как-то надо будет бороться. Я знаю, что на Украине есть хлопец, который для небезызвестной компании точит бриты, и он якобы может ликвидировать вот такие вот нюансы, то есть сделать рка нормальной даже на этой подубитой опаске. Но я не знаю, я к нему не обращался, то есть я даже не могу сказать, здесь взялся бы он вообще не взялся. Это надо у него спрашивать. Но тем не менее, со слов Игоря, инструмент рабочий, он ее заточил, как сумел, и говорит, Иванов, держи, это тебе на поиграться. Там где-то что-то сам заточишь, где-то что-то сделаешь. Короче, не жалей, культурной ценности никакой, их было слишком много, и состояние сами видите. Поэтому, говорит, не боись, просто бери и просто брейся. Не просто так мы сегодня будем бриться. Так, давайте-ка я вам ее профиль покажу. Вот такая вот она у нас красотулина. Если сможете, хлопцы, читайте название, потому что я-то так нифига не увидел. Это нам большой глаз брать, и тем не менее, здесь видите, вот часть наименования уже как бы, я не знаю, то ли сразу ее так поставили некорректно, то ли так уже как-то сточилось. Но я думаю, что сразу поставили некорректно. Ну и маленькой монограммы здесь вот еще на лезвии осталось. Вот этой красотой мы сегодня и будем бриться. Не совсем еще представляю, как я такой буду брить, потому что она уже того, что я привык, но почему-то я ей верю. Верю и думаю, что все у нас сложится, все у нас будет хорошо. Обратите внимание, здесь не насечка, а под два пальца подхват сразу вот такая вытачка. Интересно. Но это не все, что нам сегодня будет помогать. Плюс ко всему Игорь не поскупился, не пожлобился, отослал свой борт. Тот самый, на котором он всегда работал. Говорит, держи Иванов, будешь тренироваться и на нем. Всего слов, технология проста. С этой стороны, которая у нас постирована зеленой постой Гоя, он вначале освежал арка, доводил ее до определенного состояния. Видео с его действиями он мне присылал. Я видел, как он это делает, попытаюсь сегодня повторить. И после того, как там 20-30 движений с этой стороны, он переходил на кожу и на кожу уже доводил, не вытирая, не моя бритву перед этим. На мой резонный вопрос, Игореха, ты не боишься, что типа то, что там паста попадет сюда, то-се. Он говорит, не ссы, это рабочий инструмент. Да, попадет, но ничего страшного не будет. Ну а то, что попадет, мы с вами здесь видим, действительно попадает. Ну и как видим, она тут расходится. То есть это уже вот эта сторона и вот эта сторона, как я понимаю, это уже рабочие такие инструменты, которые уже в обиходе уже как-то уже прижились, уложились. Обработка кожи, посмотрите, вот тут по игре видно, что есть вот небольшие такие вот провалы, есть рабочие зоны. Ну, если уж она Игорю позволяла бриться нормально, то я думаю, что и мне позволит. Так что вот эта штукенция нам сегодня тоже будет помогать. Всего слов, если там что-то у тебя не так, возьми бордик еще так, бжик-бжик-бжик-бжик и вперед, говорит, давай, руки у тебя есть, голова есть, опаска есть, борт есть, что тебе еще надо? Все, иди брейся. То есть вот пошел бриться. Ни помазка, ни мыла у нас с вами сегодня не будет. Я уже думал намострячиться на все это. Вот этого, кстати, тоже еще не было от Яков. И чаша. Пацаны в комментариях пишут, Иванов, а что ты уцепился вот за эту фигню? Возьми, говорит, другим хватом. Я попробовал, да, действительно, если вот так вот брать, то она держится. Ну и помазок подстать. То есть тут бы было как бы нормально, хорошо. Но это, ребята, мы, наверное, все-таки на следующее бритье отложим. Кстати, белая мне почему-то нравится больше от Сквадра чашек Хексум, чем черненькая. Не знаю почему. Это имховая, но белая мне больше. Ну и от Лисейки мыла, как говорит Александр Тернавский. Тортик вон там при Пандориной, он еще все еще там. Кстати, удобно, если вы постоянно бреетесь, пускай она там лежит. Помыл, высушил, он джинс снова, и все удобно, все хорошо. Ни чаши, ни помазка у нас не будет, потому что у нас сегодня увлажняющий крем для бритья от компании Скрев. Американская компания, профессиональная косметика. Здесь вот даже есть, мой английский, конечно, слоган, но есть еще русский, где черным по белому, шучу, белым по черному. Написано, что это профессиональная косметика, что хорошо увлажняет. Набор там всего столько напихали, что нам будет очень хорошо. Все, что нужно, это просто умыться теплой водой, нанести крем и будет нам счастье. Так ли это, узнаем совсем скоро. Но из своего опыта общения с компанией Скрев. Могу сказать, ребята, шампунька была, о, мне понравилось. Лосьон для мытья тела, о, мне тоже понравилось. Что будет с этим, ну, узнаем совсем скоро. Опасные бритвы РФ, огромная, рахмат мерси, алейкум, за то, что дали попробовать вот такую штуку. Ну и сегодня опасочка, как бы, так что вот. И посмотрим, что оно да как сложится-то. А на закусон у нас сегодня будет ментол. Ментол дежавю от широко известной в узких кругах компании Хомлайк Выпин. Астапа понесло. Ребята, многие из вас уже успели попробовать все эти вещи. С ментолом мне почему-то побольше нравится. Некоторые из вас не видят разницы в запахе. Я вижу. И вот эта разница, что вот здесь вот с ментолом, она мне больше по кайфу, поэтому сегодня я его и использую. Любимая тоже с ментолом больше как-то так одобряемся. Хотя там разница и ничтожна, но для нас она все-таки есть. Поэтому сегодня вот эту красоту и поставим. Что о нем можно коротко сказать? Полностью натуральный, 70-процентный, но дерет не на 70. За последнее время успел себя зарекомендовать тем, что не только уходовый, но и заживляющий еще на уровне. Так ли это? Сегодня еще раз будем смотреть. В будущем компания заявляет, что уйдут от пластиковых, придут к металлическим крышкам. Да, это конечно же хорошо, но по пути потеряется дозатор, потому что металлические крышки идут не с дозатором, а если брать пластиковые и ставить, то они уже в комплекте с дозатором. Вы его никак не проверите. То есть вот крышка, контроль первого вскрытия, дозатор все внутри. То есть накрутил, все, Алис, забудь. Человек купивший скрывает, дозатор остается внутри, контроль первого вскрытия. На металлических, к сожалению, это отсутствует. Но с другой стороны, если убрать дозатор, то горловинка здесь, да, конечно же будет больше, но на этом королевский, королевский шипр. На королевском шипре, так там вообще амбразура, что мама не гори. Так это-то автошейф, а тот-то одихолон, секундочку. Так что вот посмотрим, как будет. Но в любом случае отдельно дозатор ищем. Найдем, не знаю, не найдем, фиг его знает. Если найдем, конечно, поставим. Но пока что-то как-то ниде уже богато. Так что вот, сегодня будет вот эта красотулина. Чего, пошли бриться. Блин, это софа. Из-за этой софы куда-то салфетка для брития делась. Да и хай с ним, я вон там свое полотенце оставил. Короче, как вы уже поняли, сегодня большинство предметов, которые у нас будут в обзоре, это от Игоря. Буду делать ровно так, как он мне советовал и показал на видео, что он рекомендовал. Говорит, Вадим, ты просто умойся горячей водой. Нафиг тебе все эти полотенца. А потом, говорит, делай пенку, наноси. И пока у тебя пенка там, ты, говорит, на бордики-то туда-сюда и погоняй. Пока ты своими делами занимаешься, у тебя там все уже покушают, спокойно начинай бриться. Ровно так я и хочу сегодня поступить. Никаких компрессов, просто умой с теплой водой, которую я уже набрал в раковину, чтобы не шуметь тут краном. Ну а потом будем наносить скрев от опасной бритвы РФ. Пока он будет кушать, мы с вами бордиком поиграемся. Температура я угадал. Настолько хороша, что хочется самому туда залезть, так вместе и сидеть как. Помните это в Японии, в термальных этих теплых источниках, как обезьяны залазят, там вот есть гиббон или макаки, кто они там, ну с красными салфетками на заднице и сидят, отгреются. Хохотальник весь в сосульках, а им хорошо. Вот такая какая-то вода сейчас. Так, понятия не имею, как этот скрев будет среагировать на мокрую кожу лица, но факт остается фактом. Структура белая, похожа на как этот молочко после бритья, но крепче, крепче форму держит. Твою дивизию. Ребята, чтобы вы знали, скрев еще одна позиция, за что я люблю эту компанию, за их запах. Он, понимаете, он не какой-то там заоблачный, он не какой-то там шикарно вычурный, он именно спокойный, спокойный и вот именно вот понимаешь, что бритье, ой бритье, вошвинг, вот что-то связано с чистотой, чисто и ты сейчас будешь мыться. Вот такой запах. Очень сильное подозрение, что раз уж такой крем, то скорее всего не надо его держать, можно сразу же уже на подготовленную кожу нанести и бриться, но нам же надо чем-то руки занять, сейчас мы будем с бордом кувыркаться, так что пускай он кушает пока, там кушает, не кушает, хотя бы сделает вид, а мы сейчас с вами бритовку забабашим. Короче, хлопцы, суть вопроса. После того, как Игорь прислал, я достал свои знаменитые рыжие волосы, кто-то там говорит, уже не забрал, не, ребят, не у жены, я в парикмахерской беру. Понял свою ошибку, что парикмахеру, мастеру своему, не дал вовремя правильное задание, поэтому вот эти вот все, что она мне там взяла, она так, ничтоже смешно, пакетик покидала и сейчас там такой колтун. В принципе, я могу выдернуть волос для своих-то нужд, но там уже какие-то прямые, какие-то вьющиеся, но не прям, а так, неровные, скажем так. И вот сейчас, вот во второй раз я ее попросил, говорю, слушай, ты мне набери нормальных, вот смотри, там у мужиков в интернете длинные, прямые, все как положено. Она говорит, ладно, хорошо, буду искать. И объяснил ей, что после того, когда она их найдет, чтобы она их в бумажку, так, трубочкой свернула и резинка, чпок, ну, как у Эдуарда Седых, будет хоть какая-то гарантия, что они перепутаются и что будут в более-менее нормальной сохранности, а не как у меня сейчас в целлофановом пакете. Так вот, когда я проверял, от пятки до середины волос режет, от середины до носка йог. Ну, естественно, я к Игорю говорю, Игорь, вот смотри, так и так. Ну, он мне отвечает, говорит, слушай, говорит, я, говорит, вообще не проверяю нифига. Я, говорит, раз сделал, пошел, побрился, раз сделал, пошел, побрился. Вот тогда он свою сакраментальную эту фразу искал, говорит, Иванов, у тебя есть руки, у тебя есть голова, у тебя есть опаска, у тебя есть мой борд. Все, говорит, в твоих руках. Дуй и брейся. Короче, он меня послал бриться. Вот это мы сейчас с вами, ребята, и сделаем. Так, вот он наш бордик. Ну, что, как доктор прописал. Короче, переворачиваем через спинку, стараемся не отрывать, естественно, не торопимся, мы с вами новички. Это те, которые не новички, он говорит, бжик-бжик-бжик-бжик. Ну, у него быстро получается, у нас пока медленно. Поэтому, от пяточки, хопа, не отрывая, хопа, так, как вам, видно, не видно, трин-дрин, ну, вот так, наверное, да, вот как-то, а, вот так будет видно. Ну, я бы не сказал, что мне так удобно, но, по крайней мере, я могу это сделать. Тут наш дом решил проснуться. Я извиняюсь за эти интимные подробности, житья пятиэтажки, но кто-то где-то что-то дергает, наливает, поэтому так, не обращайте внимания. И тут же, как Игорь и делал, не вытираю, ничего не делаю, перехожу уже на кожу. Двадцать раз там прошли, ну, и двадцать раз здесь еще. Сам для себя делаю один нюанс. Дело в том, что, если начинать при постановке клинка вот так, то козе понятно, основное усилие будет идти, вернее, основная работа будет идти от пятки до середины, а там уже что останется, на тебе, Боже, что нам не ложе. Поэтому в нормальном ходу, когда проводишь, я сам для себя сделал замечание, что переворачивая, я как можно быстрее пытаюсь провести дальше середины, чтобы основную работу сместить от пятки до середины, уже ближе к носочку туда. И здесь то же самое, как только перевернул, быстрее перевожу на носок, чтобы носок уже здесь провести. Насколько это правомощно имеет право на жизнь, я не знаю, я никогда так не делал. Поэтому вот специально сделал на этом акцент, хлопцы, кто в теме, кто в курсе, ну, так вообще делается, нет? Только не молчите, напишите что-нибудь в комментариях, а то я опять об ушком вперед на камне буду точить. Ну, чтобы так, хайпа добавить. Так вот, парни, на самом деле, когда вы на борде, то да, конечно же, всем новичкам меньше шанс завалить кромку, потому что вот эта деревяха, реально деревяха, она не подпружиненная, ничего, она жесткая, то есть здесь пропилов ничего нет. Я чувствую, что в принципе идет нормально. В чем было различие? На постированной я чувствовал, что у меня вверху аж залипание, и не мудрено, потому что там самая широкая спинка. Возможно, что-то там такое было. Вот, да-да, даже на ремне, ну, в смысле на постированном. А вот на кожу перешел бархатистый шорох, он стал основой. То есть не было вот этого тягучего, как через пластилин, а уже вот это движение по коже. Я тут пропустил, надо было протереть пыль, погреть. Это я сделал за кадром, извините, пожалуйста. Ну, сделал уже, сделал что. Как есть, так есть. Все, 20 там, 20 там, и посмотрим, что теперь здесь будет. Пошли бриться. Так, складываю. Здесь у меня просто так опасочку ложить негде, поэтому сложил, поквал. Вопрос один прозвучал от Алексея Антонова. Вадим, жесть, как хочу бриться на опаске, но, блин, предательская мысль мне не дает покоя, что возьму себя, говорит, и ризану. Говорит, а у тебя таких мыслей не было, что там по иремной или по сонной проведешь, и кирдык ля-ля тебе. Антон, не было? Ой, Алексей, Алексей, прошу прощения. Алексей, не было. Понимаешь? Было такое определенное жим-жим, когда я пару раз сам себя куснул. Как куснул? Ты когда выставляешь опаску, и не совсем, ну, ты еще не понимаешь, да, где, чего, как, как. И вот иногда просто неудобно ее ставишь, и начинаешь вести противоестественным образом для нее. И вот тогда она тебя может кусануть. Как правило, меня все время кусало носочком. В смысле, как кусануть? Я не резался, а делал укус. Тынц, вот на лице, на себе не показывает. Так вот, чуть на машине не показывает. Ну, и на себе тоже не показывает. Короче, чуть-чуть она меня так тынц-коцку поставила, и она не так велика, как достаточно болезненно. И вот, когда я пару-тройку раз себе такую фигню смастырил, то вот после этого у меня определенный жим-жим был. Ну, он достаточно как появился быстро, так он и прошел быстро. Что же до того, что самого себя полосануть, ну, это нереально. Еще ни одного случая неизвестно, чтобы человек, бреди с опаской, сам себя зарезал. Почему? В идеале самое очешуительное бритье, как говорит всем небезызвестный товарищ, будет, если покласть опаску плашмя. Тогда тот угол, который она, собственно, сама себе-то задает, потому что, да, действительно, там угол-то, конечно, есть. Это будет самое бархатистое, самое классное и самое лучшее для тебя бритье, но и самое мучительное. Потому что ты не сможешь так нормально бриться. Ты, кладя бритву вот таким образом, плашмя, она у тебя залипнет. Реально залипнет. И вот так с усилием придется тащить. Дабы избежать всей этой байды, человек просто берет и не плашмя ее кладет, а рафток чуть-чуть приподнимает. То есть угол наклона меняет. Совсем его задерешь, начнешь шкрябать. Не заметить ты этого не сможешь. Поэтому, естественно, инстинктивно. Ты его начнешь занижать. И плашмя тоже не покладешь, потому что тебе там все пролипнет. Вот и выбирая такой угол, ты уже начинаешь бриться. Ну, естественно, с текательными движениями. Это потом. Вначале ты будешь просто вести. Так невозможно себя порезать. Как? Для того, чтобы вскрыться, во-первых, ты должен это сознательно сделать, потому что бессознательно ты этого не сделаешь. Не, забей, Карл. Не, точно, точно ничего не будет. Так. Ну, скажем так, ребята. Первый эксперимент прошел удачно. По крайней мере, скреф мы с вами испытали. Вот те, сколько там, 5-7 минут, бла-бла-бла, я тут устроил. Ну, пока с опаской, пока там вот ля-ля-та-па-ля, пока вот с Алексеем Антоновым разговаривали. Крем, он превратился в какую-то густую массу. Скользкая. Если бы это была пена для бритья, я бы сказал, с великолепным пускольжением. Но сейчас, так как мы с вами пойдем опаской, я сейчас вот, наверное, пару-тройку движений сделаю. И если что-то будет не так, я еще лучше добавлю. Я не хочу сейчас специально сразу добавлять, потому что мне интересно, что будет, если вот так вот 5 минут подержать, а потом вести. Так что давайте с этого и начнем. Так. Операция чистые руки. Салфеточку я уже приготовил. Густюще идет прям. Ну вот один из нюансов, я не знаю, видите, вы не видите, это то, что вот так вот все это налипает вместе со своей щетиной, вместе с моим эпителием. То есть, та густая масса, о которой я вам говорил в самом начале, она как бы уже не цементируется, она уже густющая такая. Поэтому, я думаю, что я все-таки крем это нанесу. Хотя, как оно шло, мне в принципе-то понравилось. Так что, Игореха, зря я тут бздил, что там волос не берет. Ну не берет, бреет же. А, господи, сейчас еще крем нанесу. Матка не отвалилась, блин. Поклал бритву, руку потянул, она след с хвостиком зацепилась и чуть в воду не упала. Ё-моё, фух, блин, аж волосы дыбом стали. Ну, не, ну не разбил бы, нет. Все-таки тут вода, ничего бы не случилось, тем более она закрыта, ничего бы не было. Вот если бы она с высоты на кафель бы падала, вот там бы да, там бы жим-жим у меня было больше. Но все равно поймал, поймал, ничего не было. Так, вот столько еще взял, ребята. Так, какой-то дополнительный потусторонний запах в этом скрепе есть. Это не тот чистый, ничем не запятнанный запах скрепа, к которому я привык. Что-то там еще такое есть. В принципе, не мудрено, как ни крути крем, то это все-таки специализированная продукция, то есть для какого-то там скольжения, для увлажнения, для ублажения вашего эпителия кожи, размягчения волосев, все такое прочее. Что туда напихали, я не знаю, надо переводить. Вот то, чего напихали, возможно, там что-то такое и есть. Ну, поехали дальше. Поехали. Но пока те же самые претензии, те же самые непонимашки, которые, в принципе, были и с предыдущими всеми маслами и прочим-прочим. То есть ты бреешь, а тут же практически ничего нет, все прозрачное, и не совсем понимаешь, а где, а чего, а как. поэтому пока только это. А так-то идет вроде неплохо. follows ya. Поехали. Пожелось. Поехали, А куда? Хотя и你就 предыдуется Pavardка, подога. Пойхали. вот сейчас я уже смахнул знаете что получилось просто когда на салфетки вытираешь если у вас пена она сразу вся уходит а здесь за счет того что вот это все густющее она на рк собралась и вверху такой соплей болтается а иди как ее убрать но пришлось еще раз проводить так салфетка упала сейчас вот сейчас чувствую явные тык 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 затыки то ли это крем высох то ли еще что-то блин Ну, высохла, высохла уже, реально высохла, я чувствую, что по сухому веду, не пойму с чем это связано, так аккуратно, сейчас еще крема нанесем, а может не крема надо было наносить, я такими вещами-то в принципе раньше не брился, может надо просто руку намочить, смочить, если у него после скольжения, то офигительно, оно бы и пить. И прошло все. Так, чувствую, тяжеловато идет, принимаю решение на борт еще раз уйти, чистенькая, сухая. Особого смысла на постированные идти, наверное, все-таки нету, сейчас сразу же начну с кожи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Быстро сохнет Продолжение следует... 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 Вот так. Вот таких моментов стоит опасаться, не надо суетиться, не надо дергаться, прыгать, вот сейчас вот просто видишь маханул и вот, а это не опаска виновата, это только человек виноват, суета она ни к чему хорошему то не приводит Ну, чувствую, что не идет Не идет Ну все, ребят, пожалуй, на этом остановлюсь Уроки из этого бритья сам для себя извлек Буду продолжать тренироваться, ну а следующее бритье, наверное, будет с Т-шкой Сейчас компресс, автошейф и заключение Ой, хорошо Так, ну и что мы имеем? Бритье на троечку с множеством непробривов в области шеи Визуально, да, конечно же, этого не видно, но я-то знаю, мы-то с вами знаем А вот здесь, вот здесь, да, вот здесь хорошо Здесь чуть-чуть не прибрил Ну, ребят, тут, я думаю, это комплексные вопросы, скорее всего, и крем, и опаска Я думаю, что если было мыло, опаска, я побрился бы лучше Я думаю, что если бы была бы Т-шка, крем бы показал себя гораздо круче Поэтому за кремом, прежде чем делать какие-то выводы, я оставляю право пройти с ним на Т-шке Потому что там по максимуму можно все посторонние неправильные факторы убрать в сторону А по опаске, да, я попробую еще на камешке пробежать Ну, а что? Пока она, да, острая, Игореха, нормально, острая, видишь, палец расхерачиваю Ну, а надо продолжать, продолжать, пока понравилось Некоторая затыка, конечно, по моторике присутствует В некоторых местах все еще путаюсь, как поставить руку, но это неудивительно Потому что надо чаще бриться А у нас пока через раз получается Т-шка, опаска, т-шка, опаска, т-шка, опаска Но уже сам для себя некоторые нюансы стал улавливать И уже как-то полегче стало Даже понял, когда сам себя порезал Жалко, что по большому счету здесь вот сейчас ничего не раздонесено так сильно-то Потому что была бы возможность лишний раз писануться Типа, о, смотри, дежавю-то заживляет Ну, ладно, попробую в следующий раз что-нибудь разнести Хотя, можно палец все засунуть Хотя там открытая рана, вряд ли он открытую-то оставит Ну, ладно, посмотрим Итак, дежавю ментоловый Ребята, с каждым разом, каждый день Не остается без ваших комментариев Что автошиев вам понравился, что он заходит Рад, чертовски рад И поначалу, вот сейчас уже пришло осознание того Что надо было сказать Ребята, он спиртовый, с сухой кожей, снежной кожей Не надо, осторожно, осторожно А потом, когда приходит комментарий Что у человека, да, действительно проблемная кожа И тем не менее Ему все по кайфу, все хорошо Я в растерянности Я не знаю, что сказать Может быть, это то, что не голый спирт А все-таки это настой Настой пихтовый, настой лещины Может быть, поэтому как-то так действует Опять же глицерин, опять же квасцы Я фиг его знаю Но пока нравится То, что сохнет на руках Не пойму Ну, как я-то быстро успел размажать Не так, чтобы я там прям спешил Как-то там, или еще что-то Миш, чего у тебя там не так Может, у тебя лопата там такая Там, как плесканул Ты лей больше У тебя руки-то ого Да и как бы харизма тоже немаленькая Поэтому ты удвой количество И вот там потом проверь Будет быстро сохнуть или нет Пока, ребята, по кайфу Вот сам за этот автошейф Я не готов сказать, что он самый лучший на свете Потому что Ну Один процент-то все равно боженьких-то надо ставить Может вывернуть по-разному Но Пока могу сказать точно Что это один из моих любимчиков Мой фаворит И Если его сравнивать С тем, что мне нравилось раньше Тоже за мой Флойд, Веледа Я бы не сказал, что он хуже Для меня Он заходит так, знаете, по самой неболой Возможно, это сочетание этих запахов Которые он себе внесет Это вот То, что вот Да я не думаю, что это только в россиянах Я думаю, что это во многих людях Вот Тяга к дереву Тяга к свежеспиленному дереву Тяга к фое То есть вот Что-то такое есть Что нам нравится Осизать, обонять этот запах Может быть, из-за того, что он там есть Как Александр В этом стриме По этому автошиву Скал, да, что-то новогоднее На самом деле, новогоднее Там чуть-чуть Апельсинки Чуть-чуть Корицы Я не случайно говорю, что Пытался не под наш Под американский Новый год Вот это вот все Как-то пододвинуть И да, по чуть-чуть Оно там есть И вот это вот все вместе Работает так, как работает Не так уж Долго я вам зубы заговариваю Пленки нету На руках все выход Высохло Ну а шлейф на 8 часов Да, я ему только рады Сосед с ремонтом Да, я ему только рады Мне по кайфу Жене нравится Всем хорошо Ну а что еще Ну, ввиду сложившихся обстоятельств Наверное, давайте Побыстрее заканчивать Скайф на следующий обзор Ко мне не понадобились Я всех люблю Не теряйте Все будет нормально Все хорошо Сейчас поду люлей соседу вставлять Ну а вам всем Добра, счастья, радости Берегите себя Берегите своих близких Да, и вам будет здоровья Пускай всегда-всегда Все будет хорошо Ну и до новых встреч А в следующий раз Будет бритье Т-шкой Я даже знаю Какое Я хочу взять Одну классику Феерическую Присандалить к ней ручку От дяди Федора Из нержавейки И все это вместе соединить И посмотреть Что же из этого получится Я думаю Я думаю Что должно Получиться нормально Ну все Пока-пока До новых встреч С вами был я Вадим Отписывайтесь на канал Берегите себя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок